Алло. Оксана Анатольевна? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такой формат взаимодействия с работниками на АВИСМИ проходит впервые. Все просто. Позвонил, задал вопрос и тут же получил ответ. К примеру, о перспективах карьерного роста и повышении квалификации. Меня Виталий зовут. Я вот работаю токарем и я бы хотел поднять разряд свой, обучиться. Как я могу это сделать? Вот у вас в цехе есть специалист по работе с персоналом. Нужно обратиться к ней, сказать свои пожелания, либо подойти в бюро по подготовке персонала в отделе по управлению персоналом. Это вот где у нас учебный центр находится. Очень даже похвально, что вы самостоятельно хотите повысить свою квалификацию. Подходите. Звонки раздавались один за другим. Вопросы поступили разнохарактерные. Одна из актуальных сейчас тем – зарождение жилищной программы. Этот вопрос поднимался на недавних встречах генерального директора корпорации Дмитрия Осипова с трудовыми коллективами. Программа ипотечного софинансирования уже в разработке. В планах запустить ее к концу года. Рассматривается и возможность строительства многоквартирного дома для сотрудников. Я считаю, это будет очень интересно и очень правильно. И в плане имиджевой составляющей, конечно, для удовлетворения потребностей работников. Я думаю, что до конца этого года мы определимся с земельным участком. Проект надо же будет делать, да, то есть подрядную организацию искать, кто будет строить. Ну и вообще дом построить – это как бы не полгода. Ну, по крайней мере, очень хороший положительный строй. Сотрудники спросили и о тонкостях процесса перевода в дочернюю организацию. Больше всего их волнует, что будет с неиспользованными отпусками. Если у вас по графику отпуск 19 сентября, вы сказали, да? Да, да, да. Все. Вы 19 сентября оформляете отпуск, идете полностью, отдыхаете весь отпуск. Сколько у вас по графику? И после того, когда вы приходите из отпуска, мы оформляем с вами перевод в ООО. Все, кто не использовали отпуска до 1 октября, все отпуска будут переведены в денежную компенсацию. Те работники, у кого отпуск как раз был октябрь, ноябрь, декабрь, и которые получили денежную компенсацию, у них будет возможность взять отпуск без сохранения заработной платы. Деньги они получат заранее, отпуск возьмут позже. Небольшое волнение перед переменами – это нормально, заверила Оксана Анатольевна. Компания старается сделать все, чтобы процесс прошел плавно и незаметно для сотрудников. Коллективный договор будет подготовлен и представлен к моменту перевода. Уровень зарплаты, количество рабочих мест – все социальные льготы останутся без изменений в соответствии с трудовым кодексом. Я за то, чтобы продолжать общаться в таком формате. Некоторые вопросы требуют проработки, некоторые вопросы личные, поэтому мы предложены работникам подойти. То есть я открыта всегда для всех приходить, и так всегда приходят работники, если какие-то вопросы лично обсудить надо. Телефон прямой линии звонил в течение часа. Сотрудникам новый формат общения с руководством пришелся по вкусу. Ведь это отличная возможность озвучить то, что интересует, и сразу получить точный ответ. Подробную информацию по результатам прямой линии вы можете узнать из следующего номера газеты «Металлург» и на корпоративном портале. Продолжение следует...